Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю прекрасное, вкусное, очень нежное и замечательное и сочное блюдо баранья корейка. У меня в руках бокал с замечательным, выдержанным вином. Это сухой херес. Пахнет божественно. Есть прекрасная баранья корейка. Сегодня она будет готовиться по особенному рецепту. Это будет припущенная корейка в зеленом чае и виноградном соке. Это будет прекрасное, нежное блюдо. Я его уже готовил не один раз и оно всегда получается замечательно и всем моим друзьям и гостям нравится. Корейка-барашка будет готовиться по особому способу. Она будет припускаться в бульоне из хереса. У меня два вида хереса. Один сухой, другой немножко послажа. Из натурального виноградного сока, именно сок, а не вино. Бульон из ягненка и зеленый чай. Прекраснейший, ароматный, очень ценный зеленый чай. Крупнолистовой, китайский. Сливочное масло, грецкие орехи и три вида перцев. Черный перец, белый перец и зеленый перец. Перцы я слегка разомну в стопке, для того, чтобы они просто треснули и отдали побольше своего аромата. Я снимаю пленку с корейки барашка и буду припускать ее в этих замечательных пряностях. Баранью корейку я зачистил от пленочек. Вот такое красивое носко получилось. Срезал верхнюю жилку по позвоночнику. Здесь я срезал пленочки по ребрышкам и максимально удалил жирок, какой был. Потому что мы будем припускать корейку и здесь жир нам не нужен. Предварительно я истолок в стопке слегка смесь перцев и высыпаю его в марлю, для того, чтобы бульон остался прозрачным. И так как мы будем в марле использовать перчик, я добавляю немного сушеного тимьяна. Чтобы корейка сохранила форму, я оберну ее в марлю. Вот так аккуратно ее плотно заматываем, чтобы она сохранила свою красивую форму. Вот такая красота получилась. Здесь позвоночник. Я беру кастрюлю с толстым дном и кладу корейку позвоночником на дно. Также я хорошенечко увязываю смесь перцев и кладу натуральный виноградный сок. Вкусно! Херес сухой. 3% сахара, 17% спирта. Херес сухой. 9% сахара, 17% спирта. Этот рецепт можно делать или с Хересом, или с Мадерой. И так, и так вкусно. И каждый раз, когда вы будете использовать другое глино, у вас будет абсолютно другой вкус. Поэтому я сегодня делаю с Хересом. В следующий раз я сделаю с Мадерой. Натуральный китайский зеленый чай. Крупно-листовой. Заварен в заварнике. С любовью. Терпкий. Бульон из косточек ягненка. Грецкие орехи. Если у вас орехи крупные, их можно предварительно обдать кипятком и снять шкурку. Я пробовал, ее очень сложно снимать, поэтому бросаю сюда со шкуркой. Добавляем еще зеленого чая, сливочное масло и еще немного виноградного сока. Я дополнительно добавил всех компонентов, потому что мне нужно, чтобы корейка-барашка была полностью покрыта замечательным, прекрасным бульоном. Также вино. Полностью вся рецептура будет указана в описании к видео, поэтому читайте внимательно. Отлично. Я ставлю кастрюлю с корейкой-барашком на огонь. Она закипает. Делаем самый медленный огонь, чтобы она еле-еле дышала. И оставляем на часик-полтора. Перед тем, как поставить кастрюлю на огонь, я солю. Солить нужно так, как будто бы вы варите бульон. То есть положите столько соли, сколько нужно для бульона. Вот так. Лучше немного не досолить, потому что все равно мясо прекрасное, настоящее. И оно даст свой аромат и свою природную соль. Баранья корейка в зеленом чае и виноградном соке уже готова. Бульон, в котором варилась корейка, я уварил до состояния прекрасного и нежного соуса. Аромат хереса настолько восхитительный. Он так будоражит всю кухню, когда я делаю соус, что просто все уже готовы съесть меня вместе с этой корейкой. Настолько это вкусно выглядит. Сейчас у меня в руке бокал прекрасного белого сухого вина. Это белое вино прекрасно подчеркивает корейку, которая томилась в зеленом чае и белом виноградном соке. Да вру я, просто красного вина у меня не было, поэтому будем пить белое. Белое тоже прекрасно. Попробуем. Вот это орешки, которые я варил. Орешки очень вкусные. У них интересная текстура. Раньше я думал, что грецкие орехи, когда они намокнут, они абсолютно становятся невкусными. Но сейчас, когда я добавляю их в это прекрасное блюдо, текстура этого ореха, который варился, замечательная. Этот орешек придает интересные нотки самому бульону, и это получается просто божественно. Вот здесь по центру идет позвоночник, поэтому я сделаю вот так. Небольшой разрез вдоль. Мяско очень нежное. Сниму кусочек с косточки и уже его попробуем. Так. Ммм, красота. Соус. Мяско очень нежное. Интересная текстура. Оно как будто бы и сочное. Соус прекрасно его дополняет. Но я пока не распробовал. Очень такую загадочную нотку добавляет ему херес. У тебя будет получше. Да, так получше. Соус бомба. Мясо как всегда мясо. Мясо на высоте. Ребята, попробуйте. В этом соусе такая прекрасная сладость. Сладость от виноградного сока. Терпкость от зеленого чая. Хороший, обалденный чай. И самые нотки изящные. Это херес. Херес это один из самых королевских напитков. Из крепленных вин. Он настолько придает такие ему интересные нотки. Что это бомба. Пробуйте. Это супер. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом рецепте. Готовьте эту корейку по моему способу. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. Ссылочка вот здесь внизу. Нажимайте на колокольчик. Вы всегда будете в курсе самых свежих видео. Готовьте по моим рецептам. У вас всегда будет все вкуснее, чем дома. И помните. Кухня это самое спокойное место. Все, а это можно не снимать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok